Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик, друзья, сегодня мы с вами начинаем немножечко необычно, дело в том, что сегодня я дома остался совсем один, потому что леска с клубиком-кубиком сегодня уехали по делам, и сегодня я буду отрываться просто-напросто один. Ладно, я тут постепенно буду подъезжать к дому, а ты, кстати, пиши прямо сейчас в комментариях, нравится ли тебе оставаться дома одному, или может быть тебе наоборот нравится, когда, например, вся твоя семья, там, не знаю, братья, сестры, бабушки, там, родители находятся дома. Вот, и я, честно говоря, когда был маленький, мне было, наверное, лет 7-8, я, честно говоря, почему-то боялся оставаться дома один, но потом с возрастом это прошло. В общем, интересно, как у тебя это было. Так, давай, кстати, припаркуемся, кстати, я же забыл сказать, я ездил в магазин, я купил себе крутой, офигительный ноутбук, на котором просто любые современные игры можно запускать прямо как на компьютере. Так что прямо сейчас я тебе всё покажу, сейчас я этот компик установлю, и да, кстати, я ещё себе лампу настольную взял, чтобы там, как-никак, свет был. Потому что говорят, что якобы в темноте сидеть очень вредно перед монитором, но я, честно говоря, очень люблю, наоборот, сидеть в темноте. Так что сейчас я попробую с этой лампочкой что-нибудь поделать. Так, и... Так, я мусор, что ли, забыл выкинуть, но, по-моему, я никаких коробок на улице явно не оставлял. Или уже Леска с Нубиком приехали? Хм, странно. Леска, Нубик! Ничего не понимаю. Леска, Нубик, это вы? Хм, никого нет. Ладно. В таком случае... Стоп. А, ну да, это я забыл закрыть, получается. Да, я точно, я забыл закрыть перед выходом. Что тут? Акси... Чего? Что здесь написано? И компас. Что это такое? Я бы никогда в ящик не положил бы какую-то книжку и компас. Это какой-то бред, честно говоря. Так, сейчас я дверь закрою, сейчас на теленьке еще, наверное, будет. Да, как всегда, что-то пищит как-то непонятно. Так, ладно. Что касается вот этой записки. Чего? Тевирб, как у... Аль... Чего? Мягкий знак? Как это читать вообще? А хотя, стоп, погодите, я, кажется, понял. Блин... Тут задом наперед написано, смотрите. Тевирб, это привет. Как? Это как? Потом... Смотрите, друзья. Те... Привет, как у тебя дела? Надеюсь, что хорошо. У меня для тебя есть кое-что. У тебя дома есть записка с заданием. Найди ее. Удачи. Ха, забавно. Что за бред? Друзья, ставьте лайки, если хотя бы раз в жизни пытались в голове, например, называть какое-то слово, а потом это слово в голове переворачивать, как оно будет звучать по-другому. Ну, так, ладно, это, конечно, все круто, но... У меня дома, еще раз, есть какая-то записка с заданием. Мне ее нужно найти, мне желают удачи. Я что-то не понял, что это за прикол какой-то дурацкий. Так, стоп. Так, во-первых... Стоп, я даже ноут забыл. Вообще, так, я пока что ноут поставлю вот сюда, и лампу, пожалуй... Так, я системник поставлю, наверное, на пол, а лампу настольную поставлю вот сюда. Вот, даже поиграть не успел. Так, ладно, еще раз. Мне нужно... Так, стоп. Во-первых, перед тем, как сейчас я буду искать записки какие-то, я сейчас возьму камеры видеонаблюдения и посмотрю повнимательней. Что, кто, где и когда тут лазил. Только... Стоп, на кухне же планшет, по-моему, с этими видеокамерами. Сейчас, секундочку. По-моему, где-то, конечно, согласен. О, вот он. Дурацкое место для планшета видеокамеры. Так. И что тут у нас? Хотя, толку я это смотрю. Они же все равно запись не показывают. Это, получается, наша комната. Ну, мало ли, может быть, кто-то сейчас... Так, ну вот сейчас сейчас наверху. Внизу, по крайней мере, в подвале никого нет. Это дом Нубика, кстати. Опять же, видно то, что дома никого нет. Ковер не сломан. Значит, то, что через подземный тоннель никто не бежал. Кстати, у меня же камера есть. Вот, камера подземного тоннеля. Здесь тоже никого нет. Что-то какой-то прикол, походу. Ладно. Тогда мне нужно искать реально записку. Так, эти полки я, получается... Вот теперь я, по-моему, обыскал абсолютно каждую полку. В плиту я заглянуть не смогу. Может быть, где-то на мониторе что-то написано. Но, по-моему, нет. Под кроватью явно ничего нет. Книжные полки. А, так. Дома, дома, дома. Под кроватями, кстати. Под кроватями пусто. Второй этаж. Точно, второй этаж. Я второй этаж толком даже не осматривал. Может быть, что-то где-то здесь спрятано. Нет, по-моему. И в этом углу ничего укромного нет. Так, и вот здесь ничего нет. Или... И здесь никто... Да... Так, стоп, это... Я тогда не понимаю. Я тогда не понимаю. Я пойду еще раз проверю подвал. Возможно то, что... Кстати, в подвале под камерой. Хм, нет. Даже под камерой нет. Ладно. Внимательно посмотреть здесь. Сундуки я обыскивал. Там точно ничего не было. Потому что это что-то мне бы тогда бросилось в глаза 100%. Здесь что-нибудь нет? Да вообще ничего нет. Это... Это какой-то разводняк непонятный. О, а не... О, стоп. Нашел. Иди тысячу блоков прямо. Как выйдешь из дома. Вы что, сдурели что ли? Тысячу блоков? Вон туда что ли? Кстати. Друзья, обратите внимание. У меня стрелка компаса тоже смотрит прямо в ту сторону, куда смотрит выход из дома. Но мне кажется, это все совпадение. Так что... Какое-то такое себе дело. Так, ну... Окей. Я, наверное, попробую это все-таки сделать. Ребят, что вы думаете? Но я все-таки пешком не пойду. Я на машине поеду. Потому что тысячу блоков шагать это елки-маталки. Это капец как долго. Так. Кстати, надо у жителей спросить. Может они что-то знают? Привет, слушай. Ты ничего не видел сегодня? Кто-то вот эту у меня коробку, короче, к дому поднес. Вот. И там все задавнен наперед написано в какой-то непонятной записке. Короче. Вы с жителями не видели никого? Привет, Шиди. Честно скажу. Никого не видели. Да и сам я сейчас, честно говоря, занят. А. Ладно, извини то, что отвекаю. А где, кстати, все жители? А. Ну, наверное, отдыхаю. У тебя часто улица Жарича всегда. Попрятались, наверное. Ладно, Шиди. Ты иди. Я просто и правда занят немного. Ладно. Извини. Все. Что-то... Занят, говорит. А по-моему, он все это время, пока что я тут бегал, стоял на месте. А вот жителей и вправду никого нет. Ладно. Че тут гадать. Сейчас сяду в машину и поеду эти тысячи блоков прямо вон туда прямо. Вот. Если что-то найду, то хорошо. Не найду, то... То еще более странно получается. Ладно, друзья, поехали. Друзья, вы не представляете. Я не знаю, почему так долго, но... Я реально ехал очень долго. Все-таки, знаете, мне кажется, пешком было бы быстрее. Потому что, когда я сейчас ехал на машине, мне сейчас приходилось постоянно все объезжать. Вот, например, смотрите. Как я буду ехать прямо, если здесь целая гора какая-то снежная? Я не понимаю вообще, что делать. Так, ладно, я фару выключаю. Так, все. Так, машину оставляю здесь. Вон там еще одна деревня жителей, короче. Я еще одну деревню жителей даже нашел, пока что ехал. Все, короче. Дальше я пойду пешком. И я даже вот так факела возле тачки поставлю, чтобы она прямо... Да знаете что? У меня 29 факелов. Осталось мне идти совсем немного. Наверное, блоков, может быть, 50. Может быть, того и гляди меньше. Вот, так что я сейчас буду просто вот такую дорогу освещенную делать. И все. О, смотрите, там что-то светится на горе. Ну-ка еще туда поднимусь сейчас сразу. Почему бы и нет? Почему бы, елки-маталки, и нет? Так, что-то там светится. Возможно, конечно, там просто какое-то лавовое озеро, но... Раз уж что-то подозрительное происходит, я пойду это и проверю. Вот тебе и называется ноутбук купил. Я его ни проверить не успел. Запустить даже не успел. Так, главное тут не упасть только, потому что тут это... Гора достаточно такая серьезная. Так, все, вкусненький пирог поел. О, а нет, факела стоят. Так, это... Япок? В смысле, может быть, кто-то хотел написать тапок? А, копай. О, кстати, друзья, интересная особенность. Если вместо и краткой поставить Т, и будет слово тапок, то задом наперед тапок это будет копат. То есть, япок копай, тапок копать. То есть, ну, я надеюсь, что вы поняли, что я имел в виду. Ладно, что-то я уже бредить начинаю. Так, вот, кстати, отсюда почти и машину видно. Так, ну что, тогда начинать копать, что ли, я не знаю, вправду. Правда, на холме все это делать, у меня что-то какое-то подозрение не очень хорошее. Ладно, короче, была не была. Я начинаю копать. Что, простите? Леска? Господи! Это что? Это... Это что? Леска! Вы что с вами? Так. Я не понял, их что, какой-то маньяк, что ли, нашел? Леска, просыпайся! Нет, а что здесь? Только не говорите, только не говорите, я не хочу об этом думать. Нет! Нет, пожалуйста! Ну, Биг, просыпайся! Боже, это маньячел какой-то их нашел и закопал. И это все время он такие ребусы придумал, чтобы я записки задом наперед, что ли, читал. Ну, Биг, пожалуйста. Ребята. Ребята, просыпайтесь. Ну, Биг, ну, пожалуйста, очнись. О! О, нет! Господи! Что такое? Отстаньте от меня! Отстаньте, ребят! Вы что, это я же, Шедимен! Отстаньте от меня, пожалуйста! Тихо, тихо, не упасть! Только не упасть! Пожалуйста! Ребята, это я! Ребята, это я, Шедим! Над вами кто-то сыграл очень злую шутку! Вы слышите? Вы просто-напросто не понимаете, что вы делаете! Остановитесь! Ребята, пожалуйста, остановитесь! Не, ну его нафиг! Я домой поехал! Я домой поехал! Это ненормально! Это ненормально! Я не понимаю! Я не понимаю! Вот и идите! Вот и идите назад! Всё, вот и идите! Их просто кто-то зазомбировал! Они просто-напросто выпили либо какую-то зельку, либо ещё что-то! А может быть, я сейчас просто-напросто сплю, и мне сейчас это снится! Всё, я домой! Нафиг я это всё проверять начал! Нафиг я начал это всё дело проверять! Это просто чей-то дурацкий розыгрыш! Не более того! Всё! Нас же было дурость взять и сюда приехать! Вот я и до дома доехал! Вот и всё! Просто пойду спать! Просто пойду сейчас спать! Потому что то, что я сейчас видел, это просто ни в какие рамки не лезет! Абсолютно! Машину я прямо здесь оставлю! Так, фары выключаю! Вот и всё! Так, выхожу! Всё, ёлки-моталки! Это реально невозможно! Сколько времени уже? Полночь, да, получается? Реально, потому что полночь! Невозможно! Да что ж такое-то эта лавочка! Так! Нет, пожалуйста! Только... И... Резко с кубиком вернулись! Ящика не стало! Надеюсь, то, что да! Ребята? Ребята? А! Что это? Боже, ты в твою тут! Как вы меня напугали! Ай! Бежать отсюда! Быстрее! В подземный проход! Не знаю, куда-нибудь! Ай! Что-нибудь! Закройся! Закройся! Тихо! Тихо-тихо-тихо! Спокойно-спокойно-спокойно! Ребята, вы что, офигели что ли? Так, мне нужно через подземку пробежать! У меня там инструменты были! Я вот отсюда! Сейчас вот отсюда пробегу! Сейчас вот отсюда пробегу! Надо проверить, что там все в безопасности! Так! Лежа! У меня ХП нет вообще! Меня сейчас поймают! Они! Отстанет меня! Отстанет меня! О! Твою-то налево! Беги, Шеди! Беги, Шеди! Боже, два сердечка! Нафига я это проверил! Надо было просто-напросто это! Бежать и все! А-а-а! Шеди, беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги! Они сейчас догонят! А, нет! Все, не догонят! Так, тихо, спокойно! А-а-а! Я не могу! Что за-что за кошмар? Что за кошмар? Где? О, они стоят возле дома моего! Я не понимаю! Они же там на холме были! Я на машине ехал, они меня догнать никак не могли! Я прям напрямик ехал, я на этот раз даже ничего не объезжал! Я вообще не понимаю! Что это? А, это лавовое озеро где-то! Так, сейчас я камеру Луба проверю! Так, сейчас я его бронь хотя бы возьму дома! Во, точно! Броню хотя бы! У него, по-моему, там еще какое-то оружие было, либо еще что-то! А-а-а! Они же сейчас эти! Леска с тубиком, они... Они же это... Они же в деревню жители пойдут! Мне надо жителей всех предупредить, чтобы они в безопасности были! А-а-а! Давай быстрее, Шедди, давай быстрее! Чё-чё я так торможу? Так, надеваю! Так, Лубик, пожалуйста, хоть бы у тебя... Так, яблоки земляные! Да пофигу, хоть какие! Хоть... А вот инструменты железные! А можно, кстати, это скрафтить! Ладно, не буду ничего добывать, все, у меня меч есть! Самое главное, у меня есть меч! Так, ладно, пока яблоки эти есть не буду, я просто съем, короче, этот... Пирог, все-таки! Так, в деревню жителей срочно! Нужно их предупредить, потому что эти лески и Нубик, они... Какие-то непонятные, просто... Пробощенные, не знаю, страшные, экзэ, не знаю, как их там называть еще! Они же сейчас в эту деревню жители зайдут, они просто-напросто всех жителей покромсают! Так, а стоп, жителей же днем не было! А что, если они уже это сделали? Эй! Жители, кто-нибудь! А тот житель говорил то, что все дома сидят! Чуть такое щелкает! О, ботинки железные, кстати! Надену хоть немножечко, но получше! Эй, кто-нибудь! Жители, пожалуйста! Это что еще там? Не понял. Что? Это что такое? Ребят, бегите отсюда! У меня в доме, вы... Вы что тут день рождения чей-то празднуете? У меня в доме там леска и Нубик какой-то, экзэ, не знаю, что с ними происходит. Слышишь, корова, ты тоже давай беги отсюда! Во-во-во, Шиди! Успокойся! Это был всего лишь наш пранк! Я не думал, что на тебя это настолько сильно подействует! Какой пранк еще они реально на меня напали, вы понимаете? Эти леска и Нубик, они были прямо на холме закопаны там! Успокойся! Это мы все сделали! Лески и Нубика нет! Мы просто создали их плодов! Мы видели, как в последнее время вы друг друга троллите! И поэтому сегодня мы тоже решили затроллить тебя! Вы серьезно? Вы думаете это смешно? Да у меня, блин, я столько кирпичей навалил за это время, то, что можно завод уже открывать, строительный какой-нибудь! Это правда шутка была? Ну конечно, Шиди! В сундуке находится твоя награда! Подарок, так скажем, утешительный приз! Не переживай, все в порядке! Извини, если уж слишком сильно тебя напугали! Ребят, ну вы конечно придумали! Я не знаю, спасибо вам большое за такое количество эмеральдов! От вас это очень, очень приятно получить! Но пранк у вас действительно получился настолько правдоподобный, то что я не успел даже свой новый ноутбук проверить! Вот, но я думаю то, что я еще сделал! У меня столько адреналина, то что я всю ночь уже не уснул! О, друзья! Слушайте! Честно скажу, такого поворота от жителей я не ожидал! Я очень сильно испугался, когда на том холме, на той горе откопал земли и оттуда появились лесные дубики! Когда они тем более начали на меня нападать! В общем, пишите в комментариях, как вам такой пранк от жителей! У меня просто сердце в пятки ушло! Ну, на связи был Шиди Мэн! Всем удачи, хорошего настроения! Не болейте! Увидимся и услышимся в следующем ролике! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok